С комментариями Его Божественной Милости, Ачья Бхакти, Веданте, с Вами Шил Прабхупады. Совершенство отречения, 18 глава. Мы продолжаем читать тексты. Текст 36 сегодня. Ну, напомним, зачем мы читаем Бхагавалдхито. Что это за процесс, что это за метод, что это. Это, конечно, не просто приятное времяпровождение, это работа внутренняя. Бхагавалдхито помогает нам получить опыт запредельный. Как говорится, колодезной лягушке трудно представить океан. То есть любая обусловленная душа, она уподобляется вот такой колодезной лягушке, которая все видит и измеряет своими понятиями. У нее свои измерения. Размер колодца для нее это максимум, что она может воспринимать. Вся жизнь протекает у нее в этом колодце. Она видит небольшой кусочек неба, загадку какую-то имеет в жизни. Иногда задумывается об этом. Так у нее влечена, она поглощена своими делами. У нее там тоже семья, дети, родственники, отношения, политика. Экономические вопросы тоже поднимаются, безусловно. Вопросы отношений, продолжение рода. Старшинства, там есть большие лягушки, маленькие лягушки. В общем, они поглощены этой жизнью. Но иногда они видят, что там есть что-то наверху непонятное, необъяснимое. Тогда и звезды, иногда облака, иногда света, иногда тьму. Ну, в общем, они тоже рассуждают как-то о жизни, философствуют. Но история такова, что одна лягушка была вытащена оттуда, знаете, ведром, как случайно. Кто-то зачеркнул в колодце воду ведром, и лягушка оказалась в ведре. И вот в конце концов ее выплеснули наружу. Тут она увидела другой мир. Она была просто шокирована. Так мы ничего не видели, оказывается, в этом колодце. Понятия не имели о том, что жизнь там вокруг такая обширная, такая колоссальная. И она пустила их в путешествие, чтобы исследовать эту жизнь, как-то увидеть все целиком. Она так и не смогла увидеть все целиком, потому что пришла к берегу океана. Но и тут уже не могла она сдерживать эмоции. Все, у нее взорвался разум. Нет, надо возвращаться в колодец, надо найти какое-то прибежище. Мне плохо от такого количества воды. И нужно рассказать братьям вообще, что я видела. Они же понятия не имеют об этом. Есть, оказывается, такая свобода, такие пространства, и столько воды. Она вернулась с колодицы. Выпадела все это. Но братья не тычились. Что-то ты придумала. Может быть, такие пространства, и столько воды. Ну, океан, океан. Что такое океан? Ну, океан, океан, это волны, вот, большие волны. В одной волне мы не можем сочетать, сколько колодцев. Но вообще океан у него нет границ. Нет, ну ты говоришь какими-то понятиями абстрактными. Нет границ, там много. Ну, сколько? Ты можешь сказать, сколько? Ты сама не знаешь, что ли, что ты говоришь? Мы не верим тебе. Да нет, я видела. Я правду говорю. Ну, скажи, сколько колодцев? Два, три колодца? Сколько колодцев в океане? Ну, вот лягушка поняла, что тут невозможно, нет возможности передать такой опыт. Колодцы на океане не измеряются. Тут должны быть другие измерения какие-то. Ну, при этом мы понимаем, что океан и тихие атлантические это лишь, ну, капля там, атом какой-то воды, вот, молекула воды в космическом пространстве. Это очень незначительное количество воды. Сколько ее во Вселенной. Еще ученые обсуждают, есть ли вообще вода на других планетах. Свой опыт, свои взгляды, какие-то свои приборы. Используют. И нам мешает воспринять жизнь, как она есть, может быть, вот наши отношения. Наше продолжение рода, наше образование, наша политика, наши экономические вопросы, наши отношения, конфликты. Мир, мы настолько погружены в эти вещи, что даже когда мы смотрим на окружающий мир, пытаемся его понять, мы сквозь призму этих отношений пытаемся понять. Как от колодец, колодец наших человеческих обусловленных отношений. Здесь 18 главе. Совершенство отречения. Говорится, что нужно освободиться от этих вот ложных, вот этих вот, ну, узких, не то что ложных, а скорее узких представлений о себе, о жизни, о других живых существах, о космосе. Отречься от вот этих человеческих, умственных, научных, какие-то исследований, так сказать, научных в кавычках, потому что это, конечно же, не полная наука. Мы опираемся на собственный ум, как лягушка в колодце. И когда Шли Пропаде сказал ученик, что, ну, ученые, почему они бесчестные? Они же честно опираются на свой опыт, эксперимент, опыт, гипотезы, значит, все проверяют, как вот мы, скажем, назовем их бесчестными, да, как мы докажем, что они бесчестные, недобросовестные. Но Пропад ответил, да, их опыт лягушки. Вот в чем, говорит, недостаток. Они не признают, что есть опыт у других, у кого-то больше. Они отрицают выше себя кого-то, они себя оставят на вершину разума. А на вершине разума божественный разум, Бог. В этом их недобросовестность. А что, если я кит, Пропад говорит? Если лягушка, она, значит, делится своим опытом, мне, а если я кит, как я буду опираться на ее опыт? Не подходит для меня ее опыт. Вот вдруг я кит. Они не подумали об этом. Поэтому, когда мы с вами изучаем Бхага Вадхи, то мы употребляемся к такому киту, когда проникаемся, что все эти научные исследования, все эти опытные эксперименты, они подобны каким-то детским играм просто. Дети тоже не могут изобретать что-то там из кубиков и прочее. Взрослый смотрит на это снисходительно. Для развития это, может быть, пойдет, да, неплохо. Хорошо, хорошо, он говорит. Но взрослого человека, знаете, смешно ведь за такими занятиями. Нет, он должен какие-то обязанности выше уже понимать. И так же ребенку не все мы можем объяснить. У него тоже нет такого опыта, как у взрослого человека. Он просто полагается на опыт матери и отца, а у него нет другого выхода. Он не может занять, знаете, позицию, ну, скажем, такого нигилиста, скептика. Дважды, двадцать четыре учитель говорит ему, запиши. И он не может занять позицию скептика или нигилиста. То есть, я не верю. А доказать, чего ради? А почему? Нет, вы меня не убедили. Вот, в природе ребенка как раз принимать опыт старших. Именно поэтому он может учиться. И когда он уже имеет мнение о себе, как об ученом, он прекращает учиться. Я уже ученый, знаете, у меня эти ваши просто какие-то ваши суждения не впечатляют бездоказательные. Вы говорите о Боге, а где доказательства? Но вы ищите доказательства в колодце, вы там не найдете. Сколько колодцев? Вы не найдете там доказательства. Вы должны увидеть океан. А для того, чтобы увидеть, вы должны выйти из колодца. А вот это проблема. Потом эта глава называется «Совершенство отречения». То есть, вы выходите из колодца. Обусловленных представлений, опыта своего обусловленного. Отношения обусловленных. Потому что есть семья, и муж, и жена, и дети, окружающий мир, и город, и деревня, где мы живем. Все влияет на наш опыт, на наши представления о Боге, о запредельном. Все накладывается туда. Как аппликация. Поэтому в этом мире Бога еще называют как бы основой, которую мы не видим, на который накладывается вот наша жизнь, наши представления, наши вот эти все порядки и так далее, наши законы, человеческие потребности. И он как бы здесь служит такой основой. Вот так, ну, жемчужина, да, жемчужина на нити. Нить — это основа, а жемчужное ожерелье, вот оно на нити все держится. Поэтому вот скрывается это вот величие его, великолепие, запредельное вот его могущество нашими жизненными какими-то действиями, представлениями, изысканиями. И так мы видим с вами жемчужное ожерелье этого мира, как бы вот есть свои законы, своя гармония, свои какие-то, своя красота и последовательность. Но мы не видим эту связующую нить, которая главной является. И когда мы сможем выйти из этих наших представлений обусловленных, вот это отречение называется, мы можем увидеть, увидеть океан, что мы, оказывается, можем воспринимать запредельные, недоступные вещи, если наши чувства и разум очистятся. И здесь вот в данной главе уже описывались различные предметы, такие как разум, например, знания, в различных гунах природы. И здесь просто говорится о разных гунах, мы уже с вами выбираем, в какой гуне нам лучше расположиться в жизни. Кто-то выберет тамос, кто-то выберет страсть, кто-то выберет благость, так это происходит. Ну, в незнании мы выбираем это на основании ощущений. Мы не знаем, тамоса или страсть, просто мне нравится это. Потом выясняется, Боже мой, мне нравится тамос, что ли? И так открываются глаза. Мы вводим с колод. Гита говорит нам, это твои наслаждения в тамосе, а вот твои в раджесе, а твои в сатва гуне. И тут мы начинаем уже себя оценивать с позиции гита. Видите, уже ясность какая-то приходит. Оказывается, я живу в невежестве. Ого-го, надо что-то с этим делать. А до этого я не думал об этом, мне нравится так жить. Единственный критерий – нравится. А здесь, как говорится, нравятся плохие вещи. Тоже может быть такое. Не только хорошие вещи нравятся, и плохие вещи тоже нравятся. И что же мне делать в этом колодце? В колодце, который называется «нравится». Мне трудно изменить, покинуть колодец, который называется «нравится». Люблю. Так чувствую. Это мое. Так люди говорят. Мне очень трудно выйти из этого колодца «я» и мое. Это чувство собственности, оно мне нравится. Плохой, но мой, говорят еще в народе. Вот поэтому это мое. И свое, как вы говорите, руки не тянет, да? То есть, когда я опременен этим всей этой жизнью, держу это все. Но это же мое, это мне руки не тянет. Я терплю это все. Мне трудно жить, но это мое. Это колодец обусловленной жизни, глубокий колодец. Из-за этого понятия «я» и «мое» материально очень трудно выбраться человеку. Поэтому вот Бхагаваддита дает знания, указывая путь, как выбраться, а потом и метод, уже практический метод. Сначала нужно знать, как выбраться. Из колодца обычно как выбираются пустого? Ну, смотрят, сразу понятно, нужна веревка. Ну, понятно. Но веревка мне не нужна здесь, она бесполезна. Веревка должна быть сверху спущена. Ага. Нужно, значит, кричать, звук. Когда услышит звук, возможно, кто-то услышит. Единственная надежда, что тут услышит мой звук. И вот по этому звуку он придет, увидит меня и сбросит веревку. Вот такой план. Единственный план, другого плана нет. И вот мы с вами здесь кричим, мы кричим, мы кричим о проблемах из этого колодца. Вот тут проблема такая, такая, с этими, с этими. Кому-то нравится, кому-то уже не нравится, он уже кричит, с Бога обращается. «Боже, помоги, что тут творится вообще, не могу так жить больше, хватит быть лягушкой». «Хочу быть царевной» или что-то еще, я хочу жить по-человечески теперь. И вот этот звук может услышать сверхдуша. Мы не видим там. Но там кто-то должен быть, есть надежда у нас, есть вера какая-то. Сверхдуша посылает духовного учителя, который смотрит туда, по этому звуку. Его привлекает этот звук, потому что это его работа спасать такие души, которые просят помощи. Это называется духовный учитель. Что они в этом мире делают? Спасают. Они могут быть уже спасены сами по себе, уже владать знанием, они уже вне колодца, они уже в отречении, они уже имеют опыт общения с Богом прямой. Не вопрос веры, вопрос опыта. Как люди говорят? А вдруг это не Бог? А вы почему о Боге говорите? Причем здесь Бог? Кто сказал, что это Бог? Вы должны это узнать сами. Что вы так бросаете вызов? Глаза раскроете, посмотрите. Есть метод. Если вы не применяете метод, то как же вы увидите? Вы только вопрос задаете, но ничего не делаете. Почему с вызовом? Но когда вопрос идет от осознания страданий, человек готов что-то делать. Готов держаться за веревку. Если веревка сброшена, но мы не держимся за веревку, а какой толк в этой веревке? Значит мне не так плохо в колодце, раз я еще не тороплюсь схватиться за веревку. Веревка бросается тогда, когда на самом деле необходима помощь. Когда по звуку голоса духовный учитель слышит, что необходима помощь, он сбрасывает веревку. И два усилия совершаются с двух сторон. Сверху нужно тянуть веревку, держать и иметь силы тянуть веревку вверх. Снизу хотя бы держаться крепко за веревку не отпускать, если нет сил еще подниматься. Вот два усилия. Если нет усилий с одной из сторон, ничего не получится. Поэтому если мы хотим обрести эти знания уже в жизни, применить их, нам потребуется некоторое усилие. И эти усилия означают просто оставить плохие вещи. Вот все силы уйдут на это в основном. И принять хорошие вещи. Итак, сегодня рассматривается с 36 текста, 18 главы Бхагавадгиты, предмет счастья. Интересный предмет. Интересный тем. Стих. О лучшие из рода Бхараты! Сейчас услышат меня о трех видах счастья, которыми наслаждается обусловленная душа, и которая иногда позволяет ей покончить со всеми страданиями. Значит, что покончить со страданиями? Только счастье. Вот рутина, скука. Надоело так жить. Чего-то хочется в жизни. А чего хочется? Счастье. Оказывается. Ну, вроде все есть, но вот хочется счастья. Большого счастья. Мечта такая. У каждого человека есть, как увеличить свое счастье. Вот это все так надоело. Это мебель, эти обои, вот эти все-все хорошие вещи, которые я вот создал для себя, уже надоели мне. И даже друзья надоели. Так бывает в жизни. И работа уже такой счастья не приносит, как раньше. Потому что наши надежды были на настоящее счастье, и мы стремились, но вот нет. Вдруг в жизни появляется человек. И у вас любовь. Что происходит? Все то же самое. Работа у вас остается, и дома, и обои те же самые. Но уже это вам не причиняет страдания. Все то же самое не причиняет страдания. То есть эта жизнь материально причиняет страдания тем, кто несчастный. Сама материная природа нейтральна. Она не является счастьем или несчастьем. Счастье или несчастье – это вопрос отношений с этим миром. И когда человек поглощен большой любовью, все больше ничего не беспокоит особенно. Ну, кроме каких-то серьезных, скажем, проблем, таким как смерть, болезнь смертельная, мы сейчас в расчет не принимаем, сейчас пример у нас в определенном контексте мы рассматриваем. Просто счастье, обычная жизнь, обычная рутинная жизнь, и вот счастье мы ждем. Когда счастье приходит, жизнь перестает быть рутиной. Счастье та же самая, не новая какая-то. Она новая, потому что новые отношения появились, новые надежды появились. Ну, в материальной мере, это может продолжаться бесконечно, новые надежды, потому что ко всему человек привыкает говорить. Но это пример того, а есть ли счастье, к которому я не привыкну, необусловленное счастье, которое меня не обуславливает привычкой? Есть это счастье за пределами я и мое. Вот когда я присваиваю себе это счастье, и считаю, что это мое должно быть счастье, оно становится бесполезным, безвкусным. То есть я это обесцениваю своим чувством собственным. Вот и все. Но когда это счастье я использую не для себя, это не я, это не мое, это дар Бога, если я для Бога использую, оно становится необусловленным, неприходящим. Постоянно. Постоянно обновляющимся, вы в потоке, в потоке любовного обмена, что вы все время отдаете, вы ничего себе не оставляете. И таким образом любовь, она растет, развивается, увеличивается. И вот здесь будет говориться о трех видах счастья в материальном мире, которые иногда помогают нам освободиться от страданий, не чувствуют страданий, иногда. А потом привычка приходит. Здесь есть комментарий небольшой. Обусловленная душа никогда не прекращает попытки обрести счастье в материальном мире. Ради этого ей приходится снова и снова жевать пережеванное. Еще один интересный пример. Жевать пережеванное. То есть мы это уже делали в прошлых жизнях. И женились, и замуж выходили, и все это было. И работали, и деньги копили. И о здоровье заботились. Мы все это уже делали. И снова начинаем, в следующей жизни будет то же самое. И снова, и снова, и снова. Но иногда, наслаждаясь в материальном мире, она освобождается от материального рабства в результате общения с великой душой. Иными словами, обусловленная душа всегда идет, ищет наслаждений. Но всегда под влиянием благотворного общения она... Но когда под влиянием благотворного общения она понимает, что все это уже много раз было, в ней просыпается истинное сознание Кришны. И она избавляется от стремления к однообразному материальному счастью. Есть история Пингалы, Симон Бхагавата. Как она обрела счастье? Пингала — это проститутка. Скажите, как? Проститутка обрела счастье? Это возможно вообще, да? Такая работа у нее, она не приносит счастья. Нет семьи, нет детей. Она состарится, никому не будет нужна. То есть, ну это человек обреченный. И обреченный на несчастье. Но там вписывается. У нее был свой дом, где она принимала клиентов постоянно. Она выходила на дорогу, как-то привлекательно одевалась, подавала знаки соблазнительные. Люди знали, что это дом проститутки. И она ждала какого-то человека, который зайдет мне в гости. Да, они показывают свое тело там и так далее. И вот она так работала и думала постоянно об этом. Думала о своей жизни, конечно. Но вот этот человек, может быть, подойдет, заплатит мне хорошую сумму. Нет, прошло мимо. А может быть, вот это... Ну, постоянно жила в таких вот таких оценках. На людей смотрела, как на клиентов. И на деньги. Клиент, деньги, деньги, клиент. Только ради этого она занималась этой деятельностью. Это не было ее, знаете, порывом души, как выяснилось. Не было ее призванием. Это была вынужденная деятельность. Стала такой женщиной. Ее бы никто не взял в жены. Поэтому она должна была как-то жить. И так судьба вот с ней так жестко поступила. Но однажды она подумала, а что я тут стою? Я только ценю странных людей. Они же все такие же, как и я. Они же все частички Бога. А им даю какие-то оценки. Клиент, мужчины, женщины. Сколько заплатят, сколько не заплатят. Пройдет им или остановится. Я только этим и жил, как в колодце. Я ничего другого не вижу. Зачем мне все это? И когда она подумала, зачем мне все это? И освободилась на какой-то момент от этого взгляда на жизнь. От этой своей привязанности и вынужденной вот эти вот образы жизни. Она почувствовала такое счастье. И за этот момент она изменила всю свою жизнь. Она почувствовала счастье от лечения. Эта глава называется «Совершенство от лечения». И текст тридцать седьмой. То, что вначале кажется ядом. Ядом. А в конце становится подобным нектару. Состояние, в котором человек пробуждается к самоосознанию. Называется счастьем в гуне благость. То, что вначале кажется ядом. Вот есть что-то, что кажется счастьем на этом мире, а есть что-то, что кажется ядом, несчастьем. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло бы. Все-таки как-то эти вещи позитивно связаны тоже в наблюдениях народа. Есть такие вещи, очень неприятные, подобные яду, которые очень нам полезны. Но тут нужны просто знания. Чувства нас не свяжут с такими вещами. Чувства мне нравятся. Например, ранние утренние подъемы. 3.30 утра, допустим, хорошо подниматься человеку. И исполнять свои духовные обязанности в это время. А там много всяких интересных вещей происходит рано утром. Если человек знает, как жить в это время суток. Но он не знает, как жить в это время суток. Под влиянием сна находится. Он не знает этого. Под влиянием невежества. Он понятия не имеет, что вообще это самое активное время суток. Это ранние утренние часы. Активные для души. Ему кажется, это яду подобное. Я тут работаю целыми днями. Прихожу там еще, встаю. Тут еще в 3.30 подниматься. Но это иллюзия, потому что он не так уж и много работает. Как он больше развлекается жизнью. Как выясняется, что львиную долю он тратит времени не на работу. А на разборке, на работе или дома. И на развлечении. Те, кто на самом деле работают, они рано встают. Потому что вы не сможете. Не сможете по-другому. Если у вас высокие обязанности, да, ответственность, скажем, управления какого-то там, власть. Или у вас большой капитал. Вы не можете долго спать по утрам. Вы должны быть собраны с утра уже. Должны вы встать, вы должны собраться. Они склонны к тому, чтобы читать какие-то священные книги. Или заниматься какой-то медитацией. Не приходят к этому. Потому что должны быть в порядке. У вас большая ответственность. И там ошибка недопустима бывает. Недопустима ошибка бывает. Но вы должны быть готовы к этому. Если вы с просонью выходите на работу, вы совершаете ошибки. Вы не понимаете подчиненных или управляющих. Это частая, это обычная проблема. Никто никого не понимает. Потому что люди спят в своем сне каждый день. В дурние часы после сна нужно еще проснуться к гуне добродетели. Имеется в виду. Сон это невежество. Нужно сделать специальные, специальные как бы тренинги духовные, так скажем. Духовный тренинг, так называют. При помощи которого вы можете пробудить свое внутреннее сознание. То есть счастье ощутить. И вот в этом состоянии счастья и знания вы приступаете к деятельности, где вы не совершаете таких серьезных ошибок. И вам не требуется много времени, чтобы получить хороший результат. Потому что вы меньше конфликтуете, вы меньше создаёте проблем. Если вы расположены в гуне благости, вы точно знаете, что делать, что не делать. Вас не могут обмануть невежественные люди. Вы не тратите много энергии. Вообще, если вы в сад вагуне, вообще вы ничего не можете делать. Вас поддерживает сад вагуна сама по себе. Работают люди в страсти. А люди в благости, они дают советы мудрые и знания распространяют. Они так тяжело не трудятся. То есть иногда для того, чтобы получить какую-то консультацию к такому человеку, который имеет благости, мы платим там, не знаю, 100 долларов за одну консультацию. Сейчас в наше время какой-нибудь там тренер, психолог берёт 100 долларов за час. А какой там час? Он там 5-7 минут даст вам совет и всё. Но точно. И решит ваши проблемы, потому что он видит эти вещи. Это пример современных таких вещей. Хотя я не уверен, что современные психологи полностью в благости находятся. Но какие-то знания они имеют, иначе бы они не могли влиять на людей и поддерживать себя. Какие-то знания. Неполные. Бхагавадгита — это полнота знаний. Если мы освоим хотя бы часть этого знания, вы можете стать, конечно, тоже богатым человеком, и знаменитым, и влиятельным человеком. Но нас интересует полнота знаний, а не просто выгода из того, что мы читаем. Да, зарабатывать можно уже на трёх гунах природы, знаете, большие деньги. Я знаю таких людей, которые изучили вот этот момент и уже зарабатывают хорошие деньги. Но наша цель не в этом. А обрести полноту знаний. Что просто цель жизни — зарабатывать деньги — это колодец. Опять же, тот же самый колодец. Только чуть побольше. Итак, в гуне благости сначала она кажется ядом, а в конце подобно нектару. То есть результат удивительный. То есть счастье, путь к счастью через аскезу, видите, оказывается. Это в гуне благости. Нужно знать об этом. Комментарий. Человек, стремящийся постичь природу души, должен следовать многочисленным правилам, чтобы обуздать чувства и ум и сосредоточиться на душе. Всё это нелегко и может показаться ядом. Но если человеку удастся следовать всем предписаниям, он благодаря этому поднимается на трансцендентный уровень и сможет вкусить нектар бессмертия. Это даст ему возможность по-настоящему наслаждаться жизнью. То есть это не какая-то теория или не миф. Нектар бессмертия — это реальность, но в гуне благости. Для людей в страсти — это уже миф. Уже вопрос как бы веры, не науки. Наука в страсти совсем другая. Вы должны показать мне, вот, взять и показать бессмертие, нектар бессмертия. Вот он, видите? Глазами вы не увидите, вы не можете его взять руками, вы не можете положить пробирку, вы не можете его предоставить на чувственное обозрение. Только в благости человек может ощутить его душой. Потому что душа бессмертная. Она знает, что такое нектар бессмертия — душа. У же материального тела нет такого опыта. У лягушки нет такого опыта. Ни у одного материального тела нет опыта бессмертия. Ну нет его. Не существует. Что вы мне говорите? Что такое бессмертие? Это бесконечная жизнь. Да? А сколько лет? Что, 200 лет? Может быть, 300, 1000 лет? Бесконечно. Вы живете всегда. Вы вечное живое существо. Это в благости вам открывается. Если проходит через аскезы правил предписаний, если вам это удастся, говорится здесь. Потому что не каждый еще может эту аскезу принять. Не нравится аскеза. Не нравится подниматься рано утром, прежде всего. Кому-то не нравится медитация. Кому-то не нравятся священные книги. Кому-то не нравится философия. Кому-то не нравится думать о смысле жизни. Мы так теряем деньги, задумываясь о таких вещах. Это вопрос как бы вот вкуса. Вкуса другой гуны. Это значит, что мы в другой гуне находимся. Поэтому мы не можем войти вот на эту платформу. Тек 38. Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое вначале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, именует счастьем в гуне страсти. Вот тут обман, видите. Вот честная жизнь трудна, а легкая жизнь приятна, потому что обман приятный. Но результат страдания. Все наоборот, видите. Все переворачивается в этой гуне. Гуна страсти обманывает. Ну, самый яркий пример гуны страсти – это женщины и деньги в этом мире. Сила их непреодолима для человека в страсти. Непреодолима. Самая мощная сила, которую держит людей в этом мире – это золото и женщины. Хирания Кашипу. Такое имя было у одного демона. Величайшего демона. Хирания – это золото. Кашипу – мягкая постель. В этом вся жизнь демона. Демоны находятся в гуне страсти. Полубоги в гуне благости. То есть, как бы, разные типы существ человеческих. По разуму наслаждаются. Женщины, вино, мясоедение, интоксикация – это все наслаждения в гуне страсти, которые сразу дают чувство нектара. Выпил, закусил, опьянел. Сразу же, видите, там, несколько минут, а-другая, вы уже чувствуете себя хорошо. Есть и покрепче что-то. Есть даже психоделические какие-то эксперименты. И там вообще улет полный, они говорят. Принимают такие вещи. То есть, начинается со страсти, а переходит в невежество. Разрушение. То есть, страдание означает какое-то разрушение у вас в жизни происходит. Ну и крайние, как бы, примеры понятны. Крайние, когда человек, кстати, спивается, или вот падает от наркотиков, умирает передозировка и прочее. Это понятно. А вот, они говорят, регулируемое принятие интоксикации. Нужно разумно это делать. Не нужно вот в крайности выдаваться. Мы не алкоголики. Мы просто праздником только выпиваем. Вот так вот. И мы нет, нет. Мы не проститутки, не эти самые люди. Мы семейные люди. У нас все отрегулировано. А там любовники бывают, любовницы. Но это вот, никто не знает об этом. Мы регулируем это. Все под контролем. Все это в страсти происходит. Потому что в страсти человек понимает. У него еще есть разум. В страсти, что если я это вот приму без ограничений, и мне конец, и семье конец, и плохой пример детям. То есть у него еще в страсти вот этот разум есть. Поэтому там есть какие-то ограничения все-таки. Но не такие, как в благости. Скорее скрытность. Страсть означает скрытность. У меня порог есть, но я умею его скрыть. Вот правильно вот отрегулировать свои отношения и речь, и поступки. Когда никто не видит, я могу что-то сделать дурное. Но кого-то беспокоит. Никто же не видит. Но у меня есть свои слабости. Но у всех есть слабости. Все так живут. Но в страсти вот такие есть законы, не писанные еще. Скрытность. И никто туда не речь, потому что все пользуются этим. И те, кто законы издает, и те, кто не издает законы, все сейчас пользуются гонной страстью, скрытностью. Скрытность означает, что я не могу стать великим человеком. Но я могу как бы сыграть роль такую великого человека. Великим человеком трудно стать. Это описывается, нужно в гуне благости быть. Нужны большие знания, нужно контроль чувств, нужно могущество иметь, мистическое. Это благости человек имеет. Но это правила предписания, ранние подъемы, постоянная практика. Может быть, даже безденежья меня ожидает какое-то время, пока я занимаюсь практикой в гуне благости. Денег у меня не будет, конечно же. Я буду жить как отшельник, как монах. Нет, мне это не подходит. Но в гуне страсти я могу зарабатывать так. У меня могут быть деньги, у меня жилье, у меня есть семья, я могу приобретать и так далее. Но как стать великим вопросом? При помощи скрытности. Что в этой мере престижно? Смотрю я в страсти. О, это престижно, например, иметь такую машину, как она выглядит. Сразу люди будут думать, что человек уважаемый, смотрите, не слабый. За счет атрибутов я могу сделать вид, что я успешен. Или прослыть борцом за справедливость, себя критиковать, вот эти вот все плохие вещи, вот говорить гуна благости, знаете, вы все невежды, все в страсти, хотя я сам живу в страсти, в невежестве. Но я могу за счет вот такой, как бы, проповеди, да, вырасти в глазах людей, показать, что я борец за гуну благости, оказывается, за святость, за чистоту, за священное писание. Я говорю о Боге, я сам живу так же, как и все преды. Но скрытно. Это все гуна страсти обеспечивает нам, вот эту скрытную скрытность. Как говорится, это хамелеон, да? Хамелеон, гуне страсти, он. Какого цвета хамелеон? Никто не знает. Смотря где я нахожусь, он говорит, я разного цвета. Куда меня вот не положите, не посадите, я тот цвет обрету. Я везде знаю, как себя вести. Это называется скрытность. Итак, мы сегодня не имеем своего настоящего имени. Мы даже живем в страсти. Кто я? Кто я? Вы знаете, вопрос любому человеку в страсти. Он не сможет ответить на это. Он сразу начинает говорить многие вещи. Я человек, я мужчина, я женщина, я то, я у меня такая профессия, у меня вот эта семья, у меня такая национальность, я, я, то. Миллион всяких вещей. Но кто ты? Кто ты, носящий все эти названия, он не знает. Хамелеон. Он переключается в Хамелеон. А это счастье в гуне страсти. Вам подают мороженое. На ладони. Давай ладонь. Здесь хорошее мороженое. Я положу тут рукой. Пробуйте. Да, вкусное мороженое. Облизывайте руку. Вытирайте об голову. Так в России раньше было. Едю руками, потом так на волосы, это все, намазывали. Узо такое без тела. Это тамос. Или другое, представьте картину. Вам подают мороженое. То же самое. Тот же вкус. Золотой поднос. Чашечки из фрусталя. Ложечки. Мельхиоровые, серебряные. Тот же вкус. Вы говорите, ооо. Это счастье. Но вкус уже тот же самый мороженое. Страсть. Это счастье. Но уровне ума. Я так думаю. Это счастье. Потому что это все золотое. Глаза закрыть. Попробуйте, что вам предлагают непосредственно для чувств. Вкус тот же самый. Другой пример, прабы Павел приводил. Сон. Во сне, говорит, интересно, что вот есть собака, есть человек. Вы отличаетесь, конечно же. По разуму, по поведению, по качествам. И ведь жизни биологически другой совсем. Но во сне вы равны. Что вы забываете? Собака вы ли человек? В этом смысле вы равны. Собака спит под забором. Храпит, сны видит. Все там нормально. Полный экстаз. Вы спите в своей роскошной кровати, которую купили за тысячу долларов. Вы работали. Целый год для этого. Но во сне вы забываете, на какой кровати вы спите. А что собака спит под забором. Поэтому, что Кадевы Гасами Багва там об этом говорит. Он говорит, какой толк? Мягкой постели. Если есть ровные, ровные площадки на земле, можно лечь. Постелить, скажем, там солому, траву. Зачем подушки, если ладони могут заменить все это. Он так рассуждает. Что не нужно слишком заботиться о комфорте. Ну хорошо. Мягче, приятнее. Еще мягче. А до какой степени? Это же должны остановиться все равно. Вы же не можете бесконечно развивать эту мягкость. Вы провалитесь куда-то в тартарары, если будет слишком мягко. То есть, наши чувства не позволяют нам изменить жизнь. И размер желудка не позволяет наслаждаться больше. И касание, и обоняние вы не можете больше наслаждаться. Богатый ли вы и бедный? Наслаждайтесь примерно одинаково. И страдайте тоже одинаково. А остальное все в уме, в страсти. Это скрытно. Богатство скрывает мои пороки. Оно делает вид, что я успешный человек. Вот ради чего я это делаю. Чтобы была такая еще слава у меня. А если сказать так. Например, все богаты. Хорошо. Мы достигли, знаете, совершенства в жизни. Все у нас миллиардеры. Каждый дворник миллиардеры. Продавцы в магазинах миллиардеры. Чем будете наслаждаться? Престижа-то нет. Все станет обычным. И миллиардеры будут и дворы мести, и в магазинах кому-то нужно продавать что-то. Все равно нужно все это поддерживать. Но больше нет престижа, и тогда именно наслаждаться в уме будет нечем. Поэтому в гуне страсти человек наслаждается именно престижем и славой в конечном итоге. Ради этого он старается. Ради славы своей. Все это моменты как бы иллюзорного счастья. Когда Когда юноша знакомится с девушкой, чувства вызывают в нем страстное желание видеть ее, касаться ее, наслаждаться близостью с ней. Вначале все это доставляет чувствам огромное удовольствие. Но рано или поздно их отношения становятся подобными яду. Вот такие отношения становятся ядом. Не просто их отношения, да, вот как здесь сейчас переведено, может быть, нужно раскрыть. Потому что сейчас контекст только вот чувственного наслаждения описывается. Не описывается, что это душа юноши и девушка не могут жить вместе, как в освященном браке, да, и с обязанностями, с духовными знаниями могут жить, да, это не присытится. Но здесь имеется именно отношение касаний, интимных отношений, вот эта вот сторона. Она обязательно превратится в яд. Обязательно. Потому что это гуна страсти. Так оно устроено. И именно для этого оно устроено, чтобы в конце преподнести нам яд, порцию яда. Они расстаются или разводятся, испытывая боль и жестокие страдания. Такое счастье относится к гуне страсти. Счастье, которое человек испытывает, когда его чувства соприкасаются с объектами чувств, всегда влечет за собой страдания. Его следует всячески избегать. В физической культуре интимные отношения между мужчиной и женщиной используются для зачатия детей и все. Это золотое правило. Если кто-то не может, ну не может, хорошо. Но не злоупотребляйте до отвращения. До отвращения не нужно идти этим путем. Нужно избегать таких вещей. Нужно все равно это регулировать уметь. Любая регуляция разумная, она из гуны благости исходит. А регуляция в страсти, она другая. Надоело, не хочу. Хочется, делаю. Это не регуляция. Это как раз хаос. Это в страсти. Текст 39. А счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности спасти природу души, обманчивая в начале и в конце, порожденное сном, ленью и иллюзией. Такое счастье называется счастьем в гуне невежества. Какое же счастье ослепляет человека, делает его тупым? Счастье. Счастье сна. Счастье приема интоксикации. То есть результат. Сам прием интоксикации, как действие в страсти, стремление к наслаждению. Но предмет-то в тамосе. Стремление в страсти, а предмет в тамосе. То есть водка, скажем, это тамосичный продукт, чистый тамос. Стремление наслаждаться человека, это страсть. Но выпивая продукт тамоса, тамос влияет на него, ослепляет его. Он считает, что он счастлив, когда он пьян. Вот что происходит. Сон, лень, безумие. То есть, говоря философским языком, что же такое ослепление счастьем в гуне невежества? Когда человек путает материю и дух. То есть не то, что путает. Путает он в страсти его. А когда принимает противоположным образом все эти вещи. Не просто путает. Путанится, я еще буду исследовать, спрашивать, изучать. Я путаю, да, я вот как-то путаюсь. У меня есть вопрос. А здесь нет вопросов в тамосе. Душа и тело одно и то же. Вопросов нет. В страсти он задумается. А душа есть? А что такое душа? А тело? Какое различие? О, как трудно понять, да? Но он еще может как-то слушать об этом, рассуждать. Без каких-то выводов. Но иногда задумывается человек. В невежестве даже не задумывается об этом. Душа и тело одно и то же, он говорит. Я и есть душа. Да более того, я даже Бог. Он говорит. В невежестве есть такие люди. Немало людей таких. Я не верил раньше в это, правда. Думаю, ну как? Ну это сумасшествие. Нет, я видел нормальных людей, так сказать, с виду. Которые ходят и говорят, я Бог. И начинают придумывать какие-то вещи. Вообще, слово Бог они услышали из какого-то священного писания, либо от священника, либо, ну если серьезно они услышали. Не просто не дай Бог, говорят люди, да? Так, как присказка. А серьезное понятие Бога они услышали из авторитетных источников. И не понимают этого. Что именно оттуда мы должны узнать, кто такой Бог. Если скажем, какой-то святой говорит слово Бог, то я не должен сидеть и думать, сам придумывать, объяснять это слово. Должен подойти к нему и спросить, а кто такой Бог? Потому что ты же знаешь, ты же говоришь. Не, я услышал, но думаю свое. Я знаю, кто такой Бог. Я и есть Бог. Или я читаю о Боге, а потом к себе это все применяю. Немало таких людей, которые считают себя Иисусом Христом при этой жизни, лично встречал. Богом, лично встречал. Их и сейчас немало. Когда это Бхага Вадгита распространяется, люди получают оттуда информацию, многие перекладывают на себя то, что тут написано. Немалое количество людей таких. Более того, можно стать таким человеком под влиянием Тамаса. То есть я не собираюсь стать Богом, хорошо, ко мне-то нет. Но я могу стать таким, читая Бхага Вадгиту, и применяя неправильно это знание. Я могу обрести вот такое вот искаженное, глубокое понимание в невежестве. Значит, в невежестве ничего не нужно делать для счастья, ничего, кроме мнить о себе что-то. Я великий. Просто люди об этом не знают. Вот и все. У меня появляется такая циничность в отношении к людям. До человека ненавистничества иногда. Потому что именно принижая других, я чувствую свое превосходство. То есть я ничего не делаю для того, чтобы возвыситься, а просто принижаю других. Как? Словами, мыслями. Я и они. Кто они все такие? Вот я есть, вот это важно. А они, это они. Там точно такой же я у всех. У всех равноценное, равноправное я. Если мы увидим вот это равноправие, мы не сможем кого-то унизить или убить. Без необходимости закона, конечно же. Если это необходимо по закону кого-то наказать, другое дело. Но без необходимости никто никого не причинит страданий. Даже животному. Потому что там такая же душа. Это в благости знания. Но это трудно обрести в благости знания. В страсти человек иногда чувствует сострадание. Да, животное приходится убивать. Мне не хочется. Но человек должен что-то есть. Он не может просто по-другому объяснить жизнь. И достичь как бы другого понимания. Он так вот со слезами на глазах ест чье-то мясо. Переживает, что вот есть бойни. Но, тем не менее, продолжает есть этот продукт. Это в страсти. Вот такие противоречия в человеке. Не верю, что даже вопросов не возникает. У него нет ни сострадания, ни жалости. Только я и мои желания. Я есть Бог. Все мне можно. Да, в невежестве тяжелая гуна очень. Тот, кто находит удовольствие в праздности и сне, находится под влиянием гуны тьмы, невежества. То желание. То же самое можно сказать и о человеке, который не знает, что может делать, от чего нельзя. Два человека в гуне невежества. Для человека в гуне невежества все является иллюзией. Он не испытывает счастья ни в начале, ни в конце. Человек, находящийся под влиянием гуны страсти, может ощущать некое мимолетное счастье в начале, которое оборачивается муками в конце. Но человек в гуне невежества испытывает одни страдания от начала до конца. Но думает, что наслаждается. Вот это и есть невежество. То есть не осознает свое невежество. Это и есть гуна, вот это невежество. Вот в этом ее сила. Вы страдаете и не понимаете. Имейте все дурные качества и не признаете этого. Нет, вы каждому можете доказать, что вы великий человек. Это выражается как хвастовство, выдавать себя за какого-то человека, говорить какие-то вещи. и врать другим людям о себе, какие-то небылицы придумывать, чтобы люди поверили в ваше превосходство и величие. В общем, вот так гуны действуют. Итак, сегодня был предмет счастья во главе 18-й, совершенствует лечение, стихи 36-39 мы прочитали. Если есть вопросы по этой теме, пожалуйста. Я прочитаю 40-го текста, он тут комментарий, три строчки буквально, потому что он завершает эту тему. Гун. Нигде в этом мире, ни здесь, ни на планетах полубогов, нет ни одного существа, которое не испытывало бы на себе влияние треугун, порожденных материальной природой. Все три, запомните. Всегда все три. Какая-то просто доминирует. В какой-то момент времени. Они вращаются. Поэтому опыт страдания есть, оказывается, даже на высших планетах. Но по-другому немножко. Там больше влияния как бы благости. Подводя итог всему сказанному, Господь говорит, что тригуны материальной природы распространяют свое влияние на всю Вселенную. Вот это за пределами опыта нашего колодца. Оказывается, за пределами колодца те же страдания, что и в колодце. А мы ищем еще какой-то колодец, еще какой-то колодец. И даже в океане те же самые страдания. А может даже там уже больше. Если бы лягушка, вам лучше в океан не ссуваться. Там те менгилы. Вас проглотят и не замятят там. Живите в колодце, пожалуйста. И будьте счастливы. Вот на этой ноте мы на этой ноте мы закончим сегодня. Пожалуйста, какие вопросы будут? Как отделить красоту от красивых вещей, от красивых людей, от красивых поступков и увидеть красоту саму по себе? Красоту. Последнее. Красоту саму по себе. Как увидеть красоту саму по себе, как отделить ее от красивых людей, от красивых вещей и так далее? Нужно понять, что это наделенная красотой материя, наделенная красотой материи. Как мы же отделяем красоту живописи от красок, от набора красок? Вот набор красок, а вот картины. Любая картина – это тот же самый набор красок. Ну просто выставьте наборы красок на выставке, пусть люди сами там видят красоту. Никто не придет смотреть на такую красоту. Нужен тот, кто наделит красотой, смешивает формы, цвет, тон, целые законы какие-то, искусство. И вот тогда вы видите, о, красиво. Вот в этом сочетании, в такой комбинации, это потрясающе. Но вы видите просто краску. Но красота вас заставляет видеть не краску, а образ. То есть пока мы не увидим Бога за всем этим, мы не увидим красоту настоящую. Тот, кто наделяет красотой. Все славные, изумительные создания исходят из искры моего великолепия, Кришна говорит. Из искры моего великолепия. Все самые-самые привлекательные, да, здесь изысканные, славные создания. Прекрасные, можно сказать. Из искры великолепия Бога. Это наделяется. Подобно тому, как мы видим, скажем, красивый предмет, вазу какую-нибудь, например, кто-то видит с цветами. Красивый. Все хотят такие красивые вазы, все в доме с цветами. Но не замечают люди одной вещи, что если нет света, солнца или вообще света, то она бесполезна. Украшение бесполезно. Значит, наделяется красотой при помощи света. И взаимодействие с разумом. Человек создает красоту именно под влиянием света. Никак по-другому. Ну, если продолжать эту аналогию, то есть разум еще выше, который управляет этим солнцем, этим разумом. И есть источник всего этого. Этой красоты и разума. Так приходите к Богу, изучая красоту. Читаю, слушаю, понимаю, что в невежестве, но нет желания меняться. Но только перестать страдать. Желание только перестать страдать, но не меняться. Как в этой ситуации? Нет, это уже серьезный шаг, если человек понимает, что он в невежестве. Мы же только что сказали, что в невежестве. Человек не понимает, что он в невежестве. А вы уже понимаете. единственное что вам мешает что вы не не прилагайте усилий чтобы что-то изменить в этом невежество но вы его уже увидите вам это уже не нравится вот это вот самая важная вещь если вам что-то не нравится в себе устойчиво если продолжаете читать бхагалаги ту устойчиво не видеть не ненавидь начинаете ненавидь свои пороки или недостатки значит в какое-то время в это отторгнете естественно образом как чужеродная когда по виде что это чужеродная гуна вы ее отторгнете естественно можно привести пример извините с испражнениями это происходит естественно больших усилий вы не прилагаете просто идете в туалет присаживайтесь и перистальтика и все и все снова вот это так просто идет право что есть есть такие функции которые отторгают когда вам это уже в глубине вы не принимаете не нравится не согласны с этими вещами внутри когда вы честно становитесь и признаете эти вещи постепенно будет проследить отторжение естественно естественно или как бы вымещение можно сказать вымещение вы же принимаете гуну благости вы слушаете бхагава дхиту вы сейчас чистую благость применяет при принимаете внутрь сердце применяется значит она вас будет вытеснять все эти вещи это перистальтика отсюда будет выклопа отказ если вы ненавидите свою жадность она ослабевает если вы ненавидите свою похоть она ослабевает но для того чтобы ненавидеть такие вещи конечно нужно заменить чем-то настоящим скажите пожалуйста если человек отдает себе отчет в том что им управляют похоть или зависть но тем не менее он трудится над собой он очистится а если он сознает что управляет похоть или зависть трудится над собой конечно чистится если да отдает отчет и он до совершает усилия хорошие почему нет конечно чуть нужно знать просто метод очищения нужно правильно ли кажется применять все все гарантии если вы найдете правильное лекарство очиститесь гуна благости всегда приводит к гордости материально гуна благости всегда приводит к гордости через это тоже нужно будет пройти это же материальная гуна духовная гуна так сказать это шутха саттва материальная саттва то есть правдивость истина вы просто знаете истину а шуда саттва это духовная благость где вы не отождествляете себя с телом даже обладая знанием и счастьем даже обладая знанием и счастьем с телом себя не отождествляете а в ловушкам а именно в этом что когда вы обретаете знание счастья в гуне благости саттва гуни вы считаете что это ваши способности тела у меня чистое тело у меня разумное тело у меня разум ум чувства этого тела очищены вы приписывая это эти качества телу и так вы тоже обуславливаетесь также как в страсти человек приписывает тело он его образовывает у него там тренирует он там отношения заводит при помощи этого тела он приписывает именно спасу все все свои достижения успеха своему телу внешнему виду образованию связям богатству все что связано с телом он гордится отождествляет его в благости отождествляет тоже с телом но как разумным чистым счастливым а шудо саттва с телом общение отождествляет я обладаю этим знанием вечностью счастьем почему не сам по себе потому что я частичка кришна вот почему это они потому что мне тело какое-то особо потому что я частичка кришна подскажите какое правильное лекарство от невежества знание знание регулируемая жизнь вот мы же читаем бхагавадгиту это очень мощное лекарство очень мощное лекарство я повторю харе кришна маха мантру почему я читаю бхагавадгиту почему могу даже объяснять да какие-то вещи почему раньше не мог объяснять эти вещи понять не мог толком пытался но это было трудно понять бхагавадгиту сейчас больше понимаю почему что повторяю харе кришна мантру 10 процесс контроля ума чем больше вам под контролем тем больше обретайте знаний чем более ум хаотичен тем больше невежествовыми противоречий как правильно проповедовать бхагавадгиту своему окружению который стремится к благости благости стремится это несложно люди стремятся благости это очень несложно просто читайте с ними бхагавадгиту обсуждаете постепенно постепенно все видите сами то есть понять бхагавадгиту можно при помощи самой бхагавадгиты только лишь нам нужно просто читать вот тексты и комментарии обсуждать то что там написано ничего не придумывать это самое мощное лекарство поскольку нынешняя цивилизация находится в страсти значит ли это что нужно отказываться от современного образования не думаю скорее нужно его использовать в духовной жизни эти навыки потому что они но они тоже основаны на опыте можно это использовать можно использовать опыт врача опыт юриста опыт не знаю там технический опыт это все практический опыт ничего плохого там нет плохо что неверное направление выбрала цивилизация ради денег они работают и выгоды и поэтому конфликты и конкуренция и войны а если это все направить на бескорыстное преданное служение богу ничего дурного в этом нет какие-то вещи отпадут сами по себе лишние конечно же которых нет уж такой необходимости например бой не закроется постепенно с распространением знания бхагавадгиты бой не будут закрываться и горные дома закроются притоны всякие наркомания все это преступность будет снижаться 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 цепи себе не будет уже в государстве проблемы с контролем населения потому что люди не будут мошенничать как раньше так все меньше и меньше не будет необходимости в таких документах договорах печатях и бюрократии потому что люди станут честнее я абсолютно в этом верен потому что это на опыте мы видим что духовная практика именно человека делает таким честно это факт любого любого человека еще элементы мошенничества остаются какие-то привычные но постепенно больше и то что я наблюдаю каждый человек становится честным кто регулярно практикует кого и духовная практика читает бхагавадгиту и прочее в контакте с богом это происходит естественно поэтому мы не говорим станьте честными там или чистыми нет мы говорим вот свяжите свою жизнь с богом это придет все приложится это бхагавадгита это ее могущество но она должна быть как она есть не читы из мышления по бхагавадгите а как она есть по тексту прям по тексту же к раньше повторяла мантру а сейчас ступор из-за гонны влияют можно так сказать но есть много конкретных причин могут которые помешать нам скажем там чисто материальной обязанности могут затмить на какое-то время на нашу духовную жизнь потом может быть как это какие-то обиды конфликты были тоже могут повлиять на нас несчастье могут повлиять на нас на начальном этапе здоровье личная жизнь там все эти вот факторы или просто апатия как это пришла безразличие подвинить тамоса до привычного там все это может быть она главная причина в том что пришла апатия в том что человек потерял отношения с практикующими людьми такими серьезными решительными не общается с ними прекратил общение след это общение поддерживать у нас всегда будет энтузиазм поддерживаться чем общение главное не вступать в конфликт с людьми бессмысленную критику не портить отношения говорит вот но тем не менее как бы это не означает что духовная жизнь закончилась это как бы но фрагмент нашей жизни всего лишь навсего где можно переоценить как-то задуматься еще раз взвесить духовную материальную жизнь и выбрать окончательно уже более решительно но в любом случае давайте читать бхагабадгиту все будет хорошо продолжать все вопросы у нас в аудитории есть вопрос что Получается, что не всегда вот это вот как нужно накладывается на твой опыт, и как не расстраиваться? Ну и почему так происходит? Что происходит? Ну, что на твой опыт не накладывается. Как бы ты стараешься применять? Как бы не применять? Природа не отступает сразу. Нужно время. Природа не отступает сразу. Материальная природа. Это периоды жизни. В каждый период жизни есть свои трудности. У любого человека, в любой период жизни есть свои трудности. Кто-то говорит, вот у меня проблемы, потому что время пришло, а семьи нет. Это трудность. А вот другие в семье живут, все, они нашли свою ячейку, живут, там у них дети. Там другие трудности. Немало трудностей. Хорошо, они говорят, вот дети вырастут, самостоятельно станут, поживем хоть нормально. Нет, там другие трудности будут. Не отпускает материальная природа. Не отпускает. Мы всегда будем испытывать какие-то трудности на всех этапах жизни. Все трудности это только лишь личная жизнь. Устроена она или не устроена, она всегда приносит там трудности. Так мы видим. То есть, другими словами, если прямо сказать, да, как говорят о чаре, трансцендентным образом, пока я думаю о себе как о мужчине и женщине, у меня будут трудности. Реальные трудности. Не просто какие-то препятствия, через которые я иду, а трудности. Вообще трудно жить. А так не трудно идти. Ну, силы есть, могу перешагнуть там камень, я его обошел там, что-то я усилия приложил. У меня есть энергия. А вот нет энергии. Вот это отождествление сделать. Апатия наступает даже. Надоело жить вообще. Вот так никому ненужным там люди начинают думать же на эти вещи. Это сильная иллюзия, но она не поддается сразу. Думайте, что сразу. Это нужно прожить жизнь до конца, большинству людей до конца, прежде чем понять вот это отличие материи и духа. Мы теоретически сейчас начитали с вами, вот пока есть такой багаж хороший. А еще нужно прожить жизнь с этим знаменом. Да, знание превосходное, когда ты его понимаешь и хочешь его применять. Одна сторона. А другая сторона. Хочется ситуация с женщиной или мужчиной, верно? Видишь, вот две стороны у нас в жизни. Двойная жизнь получается еще, поэтому трудно. Искусственно это не сделать. Сказать, о, все, я понял, поняла. Нет, нужно прожить. Эту жизнь развивая знания постепенно. Это опыт трудный может быть. Трудности придется преодолевать в жизни. Легкой жизни не бывает. Ну, хотя в невежестве бывает легкой жизни. Укололся и забылся, и все. И упал на дно колодца, а так высот скипел. Про больницу. Такой опыт. Люди тоже выбирают, наверное, такую жизнь. Не выдерживают. Личная жизнь не выдерживают, ее опускают, падают. Итак, как говорится, возлюбите Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом. Так, говорят христиане, да, читают от Иисуса. Всем сердцем, всем разумом. Вот что требуется, чтобы преодолеть материальную природу. Если, скажем, нет, ну, какого-то счастья, вот обычного материальной жизни, но любовь-то есть в сердце. И вам очень повезло. Если у вас есть хотя бы капля любви к Богу, вам очень повезло. Вы не упадете. В этих трудностях вы станете только сильнее. Бхагавад-гита дает нам могущество не просто жить, держаться на плаву, а возвышаться над невозможными вещами, которые невозможно преодолеть ничем иным. Трансцендентное знание значит, что я согласен свою жизнь принести в жертву для того, чтобы он был доволен. Буду жить по его закону. Это жертва великая. Маленький человек, но я буду жить по его закону. Как он хочет. Как он говорит, Бхагавад-гита. Этой любви нет равной нигде. В этом мире ее не найти ни в семейной жизни, ни в одиночестве, ни в богатстве, ни в красивых видах, ни в искусстве, ни в науке, ни в политике, ни в роскоши, ни в славе. Нигде не найти такого. То, что дает Бхагавад-гита. Тут говорится, что нужно подняться в благость. Вот в чем трудность. Единственная трудность. В благости не так. Не так трудно уже двигаться дальше. Там меньше этого тяготения, нишигун, который стягивает нас вниз. Там мы чувствуем свободу. Можем погрессировать быстро, безболезненно, а болезненно выйти из страсти. Это самое болезненное. Потому что именно страсть нас привязывает к болью и наслаждением. Видишь, как ты наслаждаешься? Отпустить не могу. Я умру без этого. Я очень привязан к страсти. Вот это очень сильная вещь. Поэтому где-то лет до 60 человек еще в страсти проживает какой-то. Это чисто периоды жизни. Невежество, значит, до 20-25 лет еще невежество, без всякого опыта. Но его образовывают. Заглядет умным и красивым молодым. Выглядит. Потом пускают в жизнь, а там уже другое. Нужно на практике. А это страсть. Действовать там нужно. И страсть его очень сильно связывает. В этот период жизни он молится Богу всегда с какими-то материальными мотивами. Дай мне богатство, там враги. Господь защити меня. Господь дай то. Тут ребенок заболел. Господь защити его. Он все только об этом и думает в страсти. Но с Богом уже. И когда он проживает все это уже, 60, 70, 80, 90, 90, 90 с половиной лет проходит. А как он начинает понимать, что нужно было просить вообще-то. Потому что страсть уходит просто в это время. Если у него не было Бога в жизни, трагедия, что страсть уйдет и невежество вернется к Нему. Это трагедия жизни. Все, жизнь неудачна. Все. Ты все потерял. Страсть тебе была дана для того, чтобы ты в благость поднялся. А ты со страстью снова упал в невежество. Вернулся туда. Родился не знал зачем. И умер тоже не знал зачем ты жил. Все. Ты потерял все. Шанс. Но если ты с Богом жил, боролся там, жил как-то с материальными желаниями. Но с Богом ты жил, ты страстью уходишь, ты поднимаешься в благость. Мудрец. И ты уверенно говоришь, счастье не в этом, дорогие мои. Женитесь вы там или не женитесь, или разводитесь. Не в этом счастье у вас. Избегайте грехов только. Уж как живете, уж как получается. Судьба есть. Но полюбите Бога, пожалуйста. Вот к чему вы должны стремиться в конечном итоге. Это вы все потеряете. Все это пришло, это уйдет от вас. А что останется? Не вежество опять. Нет. Давайте вот. Идите в храм. Читайте Бхагавадгиту. Вот что ты будешь говорить. Должна говорить. А пока ты переживаешь свой период жизни, как все. Но уже с Богом какие проблемы? Надо терпеть. Каждому есть что терпеть. Все? Там вопросы что ли? Пока не пришли. Вопросы какие-то удаляешь? Я там. Там какие-то вопросы не проходят. Да. Которые в контекст не попадают. Вопросы в разных гонах материная природа нужно рассказать об этом. Вопросы в невежестве, в страсти, в добродетели тоже бывают. Есть вопросы. Вопросы в том, что если человек находится в дунной благости, означает ли это, что он не подвергается каким-то беспокойственным отношениям? То есть если бы это, например, ну, как это объяснить, например, бывает так, что ну, какой-то конфликт происходит, да? И потом тебя беспокоит от этой ситуации, и гуны стягивает, получается. Получается, со временем ты отознаешь, что ты находишься в невежестве. Тебя никогда не стянут гуны материной природы ни в каких обстоятельствах, если ты понимаешь, что это тебе дано для обучения. Для обучения. Никогда не упадешь. А я имею в виду, что нормально пребывать эмоционально в этом состоянии? Или ты эмоционально тоже не пребываешь? Эмоционально пребываешь. А иначе как ты поймешь, что хорошо, что плохо? Ты должна почувствовать, что сейчас твои плохо обращаются. Явно плохо, ты чувствуешь это. А разум тебе говорит, свыше, учись. Вот так никогда не делай. Сейчас с тобой так поступают, потому что прошлые поступки обусловили это. То есть ты что-то в прошлом сделала. Значит, ты сейчас заслужила такое обращение. Теперь я принимаю решение. Я не так никогда не поступаю с другими. Все, ты не падаешь. Ты чувствуешь, что плохо, что хорошо, но ты учишься. Если ты принимаешь эту жизнь как школу, ты не упадешь. Если эту жизнь принимать как возможность чувственных наслаждений, тут опасности на каждом шагу. Я хочу наслаждаться, а меня обзывают, например. Я сейчас подойду и дам в морду. И так я ухудшаю свою карму, еще ухудшаю. У меня врагов куча в жизни, понимаете? И иду таким путем. Вот что происходит. Если я хочу наслаждаться в этом мире, мне кто-то мешает. Да я его сотру с лица земли. А потом он меня стирает с лица земли. И так это бесконечно. Но если я учусь на этих вещах, совсем другая картина. Так говорится, что жизнь школа, смерть экзамен. Для души и так. Она же не умирает. Это экзамен для нее. Куда она пойдет? Экзамен решает. Место назначения дальнейшее. Из этого тела куда? Ты должен пойти дальше. Экзамен решает. А жизнь ее учусь, чтобы сдать экзамен. Тогда все в порядке. Люди создали истерию вокруг жизни. Один раз живем, бери что можешь. Истерия просто. По головам лезут все куда непонятно. Ради какой-то там портфеля денег убивать друг друга. С ума сошли все? Застрять. Одноразовая жизнь. Видите, что она творила? Бери все, что можешь за одну жизнь. И все сошли с ума. Хорошо. Еще по упадке не езжай. Из этого не демонстр unnie Chooset Мам. Правда, медлення. Вселенflo Bridка. jazы на москва. Следовая жизнь. Святая жизнь. Там, активно. Овидимся.